я снимаю здесь лево такая это колючая проволока зона справиться на колонии мы саша вышли на прогулку вернее наполеон выгуливаем на улице хорошая такая погодка решили длинный такой маршрут сделать заодно и как физкультура перед сном потом еще налево свернем нам еще идти примерно 6 таких отрезков я в конце потом скажу сколько шагов мы прошли я включила сейчас приложение который считает количество шагов сейчас я уже прошла 2000 шагов лишь бы только дождь не пошел потому что черное такое небо впереди а так прям погода отличная для того чтобы гулять и воздух хороший прошла я ровно 5000 шагов как из дома вышла практически дневную норму минимально и пошел дождик большой мелкий хороший прогулочка была да можно так сказать всем пока всем спокойной ночи смотрите как ушла вода вот это вот это мостик то здесь можно было просто прыгать в воду ребят маленькие подростки прыгали вот так вот вода ушла посмотрите здесь тоже все видно хорошо край воды был вот вот так проходил ты хочешь сказать по поводу я кстати тоже хочу сходить туалет потому что дорога дальний у нас обрадовался будет как будто меня год не видно смотри чё ой 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 прогулялись показала я вам что да как тут сейчас идем домой играет какой как на зло музыка играет О, смотрите, какой кошмар. Видите? А раньше вода была. Вот прям до сих пор. Вот так вот. Вот так вот, покажи, смотри. Построили такую еще детскую площадку. Спортивную. Вот тут она. Для подтягиваний всякие такие есть. Вот это вот. Даже есть лежаки. Представляете? Саша, деляк. А что ты? Асфальт такой хороший. Для Димитровграда это нечто. Какой асфальт? Вот этот. Да. И вот тут, смотрите, вот Тюремшан прям. Фактически. В ста метрах. Эй! Мы сейчас пойдем вот по этой вот. Вперед? Да. Да. Вот за наплёном. Качели. Камечки. Фонари. Горят, интересно? Включают их. Наверняка. Для велосипедов вот есть специальные держатели поставили. Это вот буквально, Саша, в этом году сделали? Да, да, да. В том году ничего не было. Это вообще. Ну, либо они вот осенью сделали, вот поздней осенью уже, когда снег вложился. Мне кажется, да, осенью была сдача у них где-нибудь в ноябре ушедшего года. И зимой все простояло, и вот все уже есть. Здорово то, что прямо вот буквально вот Черемшан. Внутри площадка. С детьми ходить, гулять. Так просто даже для подростков заниматься спортом. Дальше мы идем. Слева от нас это так называемый бизоний пляж. Да, раньше он так назывался. Да. Бизоны тут раньше были. Почему бизоний? Потому что в прошлом веке, в 80-е годы, здесь вот в метрах, наверное, в 200 от этого места находился зоопарк. Там были бизоны, зубры, лама, белочки, по-моему, были. Ну, бизонов я точно видела, а вот всяких лам уже не застала. Были, были. Это было в конце 90-х годах. Каких в конце 90-х? Это было в конце 80-х. Саш, ну я училась в институте, в 96-м году поступила в институт. Здесь бизоны еще были. Нет, уже как раз ты пришла, и их уже... Но я же их видела. Вот это был последний год наверняка. А так, в полную мощь, он работал в 80-е годы. Это зоопарк. Пойдем. Я хотела показать, что у нас здесь лесочек такой. Лесополоса. Теперь стоишь, и пока люди пройдут. Где Наполеон-то? А, вон он. Хорошо, хорошо тут. Повезло тем, которые живут рядышком. Да, Саша? Хорошее такое место. Можно и так сказать. Доброе утро. Наконец-то у меня выходной. Четыре дня рабочего было. Ой, это вообще жесть. С 9 до 7 рабочий день. Так он, знаете, в режиме нон-стоп. Так что у меня сегодня выходной. Поспала я долго. До 8 часов спала. Проснулась. И вот смотрю на себя в зеркало. И все-таки я отекла. Хотя вечера ничего соленого не ела. Я вот все думаю. Я, скорее всего, отекла от пилинга. Который я покупала в Экспрессе. Я вам покажу. Вернее, я его показывала. Но я его покажу еще раз. Вот. Его на ночь нужно наносить. Нанесла на ночь. И вторую ночь. Вернее, второе утро я понимаю, что у меня отеки. Вот этого пилинга. Так. Ну что. Села завтракать. Хочу вам сейчас показать свой завтрак. У меня на завтрак сегодня макароны. Представляете? Макароны на завтрак. А вы едите макароны на завтрак. Что-то просто я заглянула в холодильник и смотрю, у меня стоят макароны. Вчера Саша их варил. А я после тренировки была вечером и не стала их есть. Думаю, это будет чересчур на ужин макароны. Поэтому я сейчас их поем. И попью кофе. Кофе с молоком. И чайную ложку меда положила туда для сладости. Вот. Здесь сыр еще сверху. Натертый. Немножко запекся уже. Вот такой будет завтрак у меня. Хотела еще сказать вам, что я уже, наверное, четвертый или пятый день полностью еду всю взвешиваю. Все взвешиваю на весах. Вон там весы стоят. И все это я записываю по граммам. Специальное приложение скачала с Play Market. Samsung Health называется. И, соответственно, там все показывает. Сейчас хочу вот эти вот оставшиеся макароны положить в контейнер. Ну и на всякий случай я сейчас их завешу. Посмотрю, сколько они по граммам есть. Вот. Чтобы потом их обратно не перевешивать. Кстати, очень удобное приложение. Мне оно очень нравится. Действительно идет контроль употребляемой пищи. Потому что если мы ее не записывать, если мы ее не будем видеть вот конкретно по граммам, по, там, не знаю, белкам, жирам, углеводам и так далее, мы, естественно, переедаем. Вот я вам советую обязательно скачать это предложение. Называется Samsung Health с Play Market. Приложение Boa действительно отличное. И в течение 4-5 дней я уже забыла, сколько дней. Все контролирую. Я чувствую, что у меня прямо вот легкость появилась, что худею. Так, что делаю? Ставлю на весы, включаю. У меня сейчас просто вес будет учитываться без вот этой, без оконтейни. Могу здесь 128 грамм. Поставлю, ладно, запишу 130. И я буду уже точно знать, что я съела макарон. 130 грамм. Приложение мне покажет, сколько там калорий находится, сколько белков, жиров, углеводов. Все. Вот так. Очень удобно. Советую. Так, сходила на почту. Получила две посылки. Сейчас приду домой, покажу вам. И еще зашла в магнит, купила зелень и морковь. Оказалось, что дома нет этого. Пришлось бегом-бегом на всех парусах бежать в магазин, на почту. У меня там бульон еще варится, куриный. Буду сейчас лапшу варить. Вот, купила я укропчика, купила морковочки. Взяла такую чистенькую, люблю такую морковь, чтобы, ну, сами понимаете, меньше грязи было. Лучок у меня тут уже нарезанный был. Картошечка вот есть, ждет. И бульончик у меня варится, куриный. Сейчас я курочку всю вытащу, бульон, наверное, процежу, и потом буду варить супчик лапшу. Так, у нас готовится ужин. Готовится вот вторая партия карачей. Кстати, я их на этот раз надрезала, посоветовала моей подписчице и решила пожарить. Так, попробуем. И смотрите, целый тат салатик у нас. Вот так вот, какие перегибы у нас с питанием. Да, Саша? Завидуйте, молча. Так, ну вот такая у нас красота, жареная, совсем не точно. И салатик вкусненький. Саша моет посуду, поэтому ничего не случится. Мы сегодня снова дошли до пляжа, и я вам сейчас хочу показать уточек. Представляете, вот в этой вот говнючке уточки плавают. Я в шоке. Хм, прикол. Похоже, одна самочка, другой самец. Да, пойдем. Да, наполеон. Всем привет. Второй день выходного дня. Идет дождик. Я иду на тренировку. Да. Зонтик у меня. Вот так вот капает дождь. Шнежная погода. Хочу сейчас перед тренировкой сделать маникюр. Записалась. И она в тренировке. Все. Иду с тренировки. Иду вообще, как выжатый лимон. Устала. Устала вообще. Почему? Потому что сегодня абсолютно не выспалась. Потому что сегодня погода такая. Видите, она пасмурная. Дождик был. Да и Наполеон сегодня тоже у нас беспокойно спал. Он же у нас как маленький ребенок. Спит вместе с нами. Вот. То ли он замерз. Он все. Не мог себе место найти. Все. Прижимался ко мне. А я тоже просыпалась из-за этого. Вот. Поэтому сон был так себе. Голова сегодня так болела. Думала, может, на тренировку схожу. Голова перестанет болеть. Ну, голова перестала болеть. Но усталость, конечно, есть. Вот. Сейчас пойду домой. Потихоньку иду. Воздухом дышу. Надо будет сейчас что-нибудь на ужин приготовить. Вот так. Сейчас еще в этом было на ногтях. Сделала ногти. Очень, кстати, понравилось, как девочка делает новую девочку. Такая приятная, общительная. У нас общие темы для разговоров появились. Собачку завела. Купила себе шпицы. Вот у нас с ней такие общие темы были. Сейчас покажу, какие ногти сделала. Такие вот. Цвет такой нежный-нежный, сиреневый. Под куртку, кстати, подходит хорошо. Отдала 700 рублей. В принципе, я и раньше делала за 700, но тот гель, который использовал, ну, гель, который укрепляющий, идет на первый слой, он очень сильно пек, когда вот ставишь вот как он называется, в лампу, в лампу, вот, когда, как она объяснила, идет сцепление двух материалов, идет вот этот вот эффект запекания, что очень сильно у меня болело. Вот эта девочка делала вообще абсолютно ничего не болело. Понравилось мне. Буду, наверное, к ней ходить теперь. Все. Ладно. Иду потихонечку домой. Рука уже устала держать телефон. Тяжело. Камера тяжелая. Ну, качество хорошее. Так. Забыла вам, забыла вам рассказать. Заходила я в Фикс Прайс. А что я заходила? А, я батончик купила. Протеиновые три батончика. Потому что сидела на маникюре. Думаю, час пройдет, наверное, ездить хочется. Так как я не обедала, решила зайти в Фикс Прайс. Купила батончик. Встаю на кассе. Слышу, там, за стеной женщина обзор делает. Покупка на Фикс Прайсе. Заглянула, там, смотрю, бабулечка с камеры ходит. Снимает все. Так что в нашем Димитровграде тоже есть блогеры. Там бабушки, наверное, лет 60. Так что у меня еще все впереди. Вот по поводу бабушек-блогеров. Сейчас это вообще, я так поняла, набирает такую популярность, оборот на Ютубе. Вот именно то, что блоги снимают бабушки, пенсионерки, обзоры делают. А все почему? Во-первых, ну, дополнительный заработок. Это раз от Ютуба идет. Какой-никакой, он все равно копеечка капает. Во-вторых, ну, пенсионеры, они, да, они вообще, у них больше свободного времени, они могут себе позволить походить по магазинам, спокойно поснимать. Дома тоже самое. Там рецепты какие-то показать. Да и вообще просто даже пенсионеров больше, наверное, да, которые могут посмотреть те же самые каналы, видео. Так что скоро на нашем Ютубе пенсионеров-блогеров будет больше, чем молодежи, подростков, которым там по 10-15 лет. Я дома. А, сейчас попила кофе с орешками, кешью. Ммм, знаете, как вкусно. Красота просто. Вот, кофе делала, кофе в машине с молочком, кешью. Все записала в свое приложение по телефону. Вот, 25 грамм кешью и чашка кофе без сахара. Без сахара, кстати говоря. Вот, сейчас собираюсь готовить на ужин курочку. Ну, курочку буду, как обычно, мариновать. Что у меня там? Сейчас покажу. Для маринада. Нет, в принципе, нормальное количество. Килограмм два, наверное, курочки. Ну, полтора-два. Так, для маринада что? У меня вот такой есть чеснок гранулированный. Честно говоря, можно, конечно, заменить его на нормальный чеснок, натереть на терке и так далее, но мне так лень. Мне проще купить вот такой в пакете, посыпать и все, сколько мне нужно. Так, как всегда, вот соевый соус добавляем мы. Здесь он с одной стороны солененький, то есть, в принципе, соли можно не добавлять в курицу, но соль я все-таки добавлю. И добавлю, значит, перчика, вот такого черного и добавлю паприки, красного перца. Он сладкий, красный перец, он даст как бы красноту для курочки, красивую такую, когда она будет зажариваться. Вот, вот такой будет ужин и плюс салатик сделаю, как обычно. На противник разложила курицу кабачки нарезала, я там толстую порезала, потому что курица готовится где-то минут 40-50, так сказать, ну, вкусненько получается. И, соответственно, если тонко порезать кабачки, то они, мне кажется, они просто сгорят. Вот, поэтому решил я порезать покрупнее, для того, чтобы они тоже подольше готовились. Также их обваляло в соевом соусе, в чесноке. Вот, посмотрим, что получится. Готовлю, вообще, впервые такое блюдо в духовке вместе с курицей. Должно быть, думаю, вкусно, как бы, кабачки вместо картофеля. Более-менее такое полезное блюдо в сравнении с картошкой. Наташа звонит. Блюдо мое приготовится, я потом вам покажу конечный результат, насколько, как это все красиво получается, потому что, ну, не все блюда бывают красиво уходят после приготовления. Вот так, ждем, ждем минут 40. Так, итак, что у меня получилось в итоге? Духовка у нас начала почему-то глючить. Вот эту вот курицу вместе с бакалажанами, с кабачками, она у нас готовила, наверное, аж 2 часа, да? Ну, время 7, ты 5 поставил. Да, представляете, 2 часа. Надо духовку, думаю, менять. Либо там что-то вот с этими регуляторами у нас случилось, с температурой, либо с нагревом, не знаю. Вот, ну, так, в принципе, выглядит ничего. Особенно вот курочка такая вкусненько зажаренная. Сейчас будут у нас следующие комментарии по поводу нашего перегива в питаниях. Да, Саша? Так, ну, все, ладно, мы будем садиться ужинать. Пожелайте нам приятного аппетита. И ASO. Продолжение следует...